Валерий Васильевич, здравствуйте! Я открыл каталог семян из сада Железово, урожай 2020 года для продажи в осенне-зимний период 2001 года. В каталоге от месяца кошки черешни закончились. Да, закончились. Хотел узнать, появится ли продажа в следующем году. Вы знаете, чем этот год отличается? Ладно, черешня. Назверели птицы. Видимо, все-таки у нас край достаточно задовый. И уж такой ерунды, как вишни, особенно степной вот этой, кустарниковой, всегда было полно, девать некуда. Птицам хватало. А в этом году урожай настолько слабый даже по вишням, что они теперь грибут все подряд. Я не успел открыть рот, и у меня больше нету вишни жуковской. Он был такой урожай. Ну, хватало всегда. Пусть сильный, слабый. Вычистили все. Вот так вот. Это одна тема. То есть не будет ни черешни и даже вишни жуковской у меня не будет. Вот. К сожалению, если у вас косточки алучи и персиков, нет у меня алуча, если не путать. Ну, то есть, как сказать, многие считают вот эти китайские сливы путаются алучой. Но я уже называю, как они приняты. Китайские сливы. Будем сказать, а алучи у меня нет. Кольчик персиков тоже нет. Вот. И я сегодня вместе с Анной я привез к Царабаеву. Мы сняли фильм. Через пару дней он выйдет, как говорится, в прокат. И вы увидите там несколько персиков, прекрасных деревьев. Урожай может быть 100-200 косточек наберется. И все они обязаны тем, что он их пришпиливал и укладывал. Вот. Я с НОП. Я сказал, никогда этим заниматься не буду. Вот. У меня нет ни одного косточка персика у Царабаева. 100-200 штук есть только потому, что он пришпиливал. А потом в книге, ой, в книге. В фильме даже он подробно рассказывает, как он их укрывал. Вот. Ну и наконец, вот этот момент. Смотрите. Я бы не стал бы упоминать, но он сам захотел это. За питомники саженцы более чем на 4 тысячи рублей. К сожалению, абрикос, персик, алуча даже слива не принялись. Только одна груша. Очень слабо ростки. Ниже прививки. То есть, считайте, и груши нет. В настоящий момент для стисков. Ну, ясно, раз те же прививки. Считайте, что все мертвые. Поэтому решил вас побеспокоить. Но, вот понимаете, его подавать черешню. Так. Алучу, персики. Вот. А у меня как раз есть все, кроме черешни, алучи и персиков. Вот. Но я что хочу сказать. Я не собирался ругаться от питомников. Я их не люблю. Во-первых, знаете, понацеплять фотографии из интернета. Когда-то там были мои фотографии. Это. Я почему запомнил. Первый. Вот. Виноградов Алексей, если у меня хороший план, должен помнить. Злод Питомник. Один из первых присвоил мои фотографии. Потом было обычно. Напрямую к ним не обращался. Гордо показал, что я, по крайней мере, достиг уважения. Ну, представляете, если 200 питомников этих сайтов украли мои фотографии. Наверное, я что-то в этой жизни добился. Но почему не от этого? Не от Тимирязи? Почему не от Академии наук? Почему от мошенников? Вы представляете? Только мошенники считают, что я что-то полезное сделал. Вот. И вот получается, что потом у Злод Питомники мои фотографии исчезли. Да не как-то дошло. Но они от этого не стали лучше работать. Я бы не упоминал, если бы не та старая история с присвоенными фотографиями. Ну, что это такое? В 4000 году подход. Это везде и всюду система такая. Наверное, в два раза меньше мы купили у Сергея Саженцева. Зато они живы были бы. Вот. Потом, значит, меня попросили прокомментировать вот это. Вот здесь. Это Барнаул. Это институт имени Лисовенко. А что это комментировать? Яблони полукультурка, груша слива. Видишь, все песчаные. Ну, и что? Груши, я уверен, невкусные. Они же как? Они выпустили серию сортов. Я их называю полукультурными. Они даже красивые с виду. Но они не очень вкусные. Вот. И если вот такой убогий ассортимент, так что получается? А в 2013 году их пытались закрыть. Я до сих пор не знаю, чему это вот, вот эта переписка. Зачем я должен это? Ну, как я буду это? Вот же человек, который мне прислал. Ну, может напрямую, да? Ну, знать все это. А где культурные яблони? А где абрикосы? А как можно? Я единственное вспоминаю. Не, не буду. Уже рассказывал. Не знаю, как на это реагировать.